Надо понимать, что если нет случаев заражения, то нет зафиксированных случаев заражения. То есть не предпринимались соответствующие меры, людей не возили на анализы и так далее. Но если через ваш город проходит, например, федеральная трасса, либо какая-то крупная железнодорожная ветка, либо есть аэропорт в городе, то считайте, что этот город тоже находится в зоне риска. Не стопроцентного, конечно, но все-таки повышенного. Поэтому нужно вести себя осторожно в каком смысле? Что соблюдать все те же рекомендации, которые относятся к жителям больших городов, ну, за исключением того, что из дома все-таки выходить можно и нужно. Но, например, по возможности пользоваться антисептиками, это как бы вполне себе нормальная рекомендация, что имеется в виду? Мыть руки. Сколько раз в день? Всегда спрашивают. Это важный вопрос. Как понять, что уже пора? Ну, смотрите, по большому счету каждый раз, когда вы контактируете с некими потенциально зараженными поверхностями, ну, понятно, что дома их, скорее всего, нет. Потому что, поскольку, если вы в доме живете достаточно долго и не заболели, скорее всего, там все нормально. Вы вышли из дома, вы доехали до работы. Это повод помыть руки. На работе вы решили пообедать или перекусить или еще что-нибудь. Это тоже повод помыть руки. Далее вы сходили в туалет. Это тоже повод помыть руки. Надеюсь, это как бы было и раньше поводом. Вы вернулись домой с работы, помыли руки. То есть, в итоге получается 5-6 раз, не больше. Это не только для коронавируса профилактика. Это и для гриппа работает, это работает и для кишечных инфекций и так далее. То есть, это вполне себе нормальный способ, которым вы можете защититься, даже если ни одного случая в вашем городе еще нет. Ну и второе, такое важное, наверное, направление – это отслеживайте информацию на официальных ресурсах. То есть, это Всемирная организация здравоохранения, Роспотребнадзор, если мы говорим о нашей стране. Вся необходимая оперативная информация будет появляться там. Не реагируйте на слухи. Особенно, если они распространяются по, например, WhatsApp в виде аудиосообщений, либо по Instagram в виде картинок, то есть там, где вы не можете проверить источник. Вы не можете перейти по ссылке, вы не можете сказать, кто вам это точно, кто является автором, скажем так, этого высказывания, потому что, к сожалению, слишком много откровенно такой либо паникерской информации, либо искаженной, либо в том числе с некой коммерческой направленностью. А вот скажите, где вот эта вот грань проходит между мерами предосторожности и паранойи, которая, в общем, часть населения охватилась? Ну да, есть такое дело. К сожалению, иногда в этом в том числе виноваты и средства массовой информации, которые нагнетают. Просто потому, что средства массовой информации зачастую живут на рекламные деньги, а для того, чтобы реклама лучше откручивалась, нужны кликбейты, что называется, то есть громкие кликабельные заголовки такого желтого характера. Поэтому люди действительно начинают паранойить, и вот массовая скупка продуктов — это паранойя. Просто потому, что никаких предпосылок к тому, что продукты исчезнут полностью, их нет. Все еще существуют склады. Я, конечно, понимаю, что сейчас многие магазины переходят на такой достаточно короткий оборот, что называется, да, у некоторых магазинов запас — это только то, что есть на полках. Но все-таки есть крупные сети, есть крупные гипермаркеты, есть крупные какие-то, в том числе, стратегически ориентированные компании, до сих пор все еще не существуют. Поэтому большие запасы продуктов в стране все-таки имеются. Да, это, конечно, будет не шик, это будут не креветки в панцире и так далее, но какой-то простейший набор продуктов обеспечить смогут в любом случае. Это первое. Второе — непонятная скупка туалетной бумаги. Это тоже паранойя чистой воды. Ну, просто потому что, извините, в крайнем случае есть вода. То есть пока есть вода, никаких проблем с гигиеной не существует. И если смотреть именно с медицинской точки зрения, то есть какие профилактические мероприятия могут оказаться параноидальными, это постоянно обрабатывать руки. То есть не так, что 4-5 или 6 раз в день после контакта с потенциально зараженными поверхностями, а так, что постоянно. Бывают такие люди, у которых возникает некое навязчивое состояние, и каждые минут 15-30 они достают эти спиртосодержащие вещества и начинают натирать руки просто до зеркального блеска. К сожалению, иногда это приводит к дерматитам. Кожа начинает быстро сохнуть, трескаться. И вот потрескавшаяся кожа, это как раз у нас получается дополнительный фактор риска для очень многих заболеваний. Не для коронавируса, конечно, в первую очередь, но для бактериальных инфекций, для всего остального. То есть возникают такие некие переборы, скажем так. То есть это явный перебор. Человек вместо одного заболевания потенциального, то есть потенциально вирусного, получает кучу бактериальных проблем, например, с кожей. Какие еще могут быть параноидальные проявления? Это, скажем, полная изоляция. То есть в наших условиях пока что не требуется баррикадироваться в квартире. То есть из квартиры можно выходить. Другое дело, что не нужно ходить по местам массового скопления людей, то есть не нужно ехать в гипермаркет, не нужно идти в поликлинику, например, не нужно идти на какие-то тусовки, концерты и прочее, ну, благо они сейчас отменены, но все-таки. Если вы вышли прогуляться в какой-нибудь лесок или парк, там, где немного людей, и там, где вы можете поддерживать эту социальную дистанцию в полтора-два метра, это оправданно, это нормально, это хорошо. Просто потому что запереть сейчас себя в квартире, это в том числе повысить риск некоторых других заболеваний, потому что гиподинамия, усиленное поедание тех запасов, которые скупили, они же пропадут, нужно их как-то быстренько спасти, то есть съесть. Это будет приводить к увеличению массы тела, в том числе к набору, и это не самое благоприятное условие для нашего здоровья. Нам нужно двигаться, нам нужен свежий воздух, нам нужно проветривать квартиру. То есть не просто так, мы вышли и оставили квартиру проветриваемым, это тоже обязательно, потому что застаивание воздуха, это один из факторов риска очень многих болезней, не только этого коронавируса, повторюсь. Так что, да, навредить себе можно. А, ещё важный момент, не лечитесь или не проводите профилактику по новостям, потому что сейчас будут много писать о том, что изобрели лекарство, и оно вот такое-то, и будут его конкретно называть. Либо изобрели стопроцентную профилактику, которая работает именно против этого коронавируса, и будут её конкретно называть. Это не означает, что нужно немедленно бежать в аптеку и это покупать. Нет. Это в лучшем случае, да, действительно было некое исследование клиническое, скажем, на небольшом количестве людей, там 30, 40, 50 и так далее. И некоторой части этих людей такое лечение помогло. Но остальное-то не помогло, во-первых. И во-вторых, не факт, что сработает конкретно в вашем случае и прочее, прочее, прочее. Не нужно пытаться есть какие-то таблетки, не нужно пытаться пользоваться какими-то непроверенными домашними рецептами, потому что сейчас даже появляются, вплоть до того, что сварите у себя вот это вот зелье, например, и вы сможете им защититься и так далее. Берегите своё здоровье, потому что сломать его очень просто. Даже вот такими, вроде бы, казалось бы, благими намерениями. Спасибо большое.